Приветствую вас, Аноним. Знаете, вот есть у меня такое ощущение, появилось у меня такое ощущение, когда я читал ваш текст, появилось у меня такое ощущение, что вы, вот ни много ни мало, да, отдаляете от себя людей. Вот ни много ни мало, вы от себя людей прям просто-таки отдаляете, просто-таки опталкиваете от себя людей, опталкиваете вообще от себя. От себя просто всё и вся. Мне так показалось, я не претендую на истину, но мне так показалось. То есть и коллеги вам не нравятся, потому что они ведут себя как-то не так, вот. И очень много отношений не очень деградируют, вот. И с людьми вам нравится общаться, но только с адекватными. И муж у вас не соответствовал вашим представлениям, хотя вы вышли за него замуж, вы его выбрали, и так далее. Знаете, какая штука. И вот разобраться с этим, мне кажется, очень важно. Потому как если у вас действительно существует такая вот сложность, да, если у вас существует такая вот проблематика, что вы атакиваете людей или просто атакиваете от себя окружающих, то мне кажется, что с этим как-то нужно работать. Потому что вам ситуация не изменится, а то, что вы столь рано вышли за ночь и столь рано забеременели, и после чего отношения со своим мужем вы, ну, прервали, скажем так, да, и закончили, вот. Ну, это все-таки свидетельствует о том, что у вас есть определенные сложности, есть определенные трудности, вот. И как бы с этими определенными трудностями и сложностями, а с ними нужно, собственно, что-то делать. Вот, мне нужно что-то делать. И разобраться нужно в первую очередь в себе, а почему я вот, собственно, веду себя так, да, например, а почему я веду себя таким образом, почему у меня в 23 года, например, есть уже ребенок, да, допустим, ну вот, ну вот, куда я, например, спешу, да, куда я спешила, например, например, значит, куда я так сильно спешила создать семью и завести ребенка, да, почему я хочу стать хозяйкой квартиры, почему у меня страхи, что я не потяну, да, вот, почему у меня, значит, вот такое вот противоречие в том, что я делаю и в том, чего я хочу, ведь это, значит, ну, это нормально и не всегда получается делать то, что хочется и зарабатывать на этом, да, вот. Почему я, на свой счет, например, воспринимаю вопросы очень и, ну, и принижаю его, вот. Зачем мне это, да, вот, в чем я чувствую себя уязвимой, в чем я чувствую себя такой вот, в чем я чувствую угрозу, в чем я чувствую опасность, опасность, вот. Это вот, значит, основные вопросы. Что касается потери интереса к жизни, то вы слишком много, значит, времени тратите на борьбу, слишком много сил тратите на борьбу, вот. Понимаете? И, как бы, я думаю, что для начала нужно просто перестать бороться, перестать бороться с научным, перестать бороться с коллегами, перестать бороться с работой, вот. И, просто перестать это делать. И, мне кажется, что тут очень важная, очень важная история для вас, мне кажется. Вот, то есть, есть ощущение, что вы, вот, выступаете против, знаете, вот, ну, ни много, ни мало, против, против, эээ, против, вообще, всего мира, эээ, который, вот, ну, вас окружает, да, вот, то есть, есть ощущение, что вы, как-то, вот, склонны перекладывать ответственность, ммм, себя на других людей за себя же, а, вот, вот, ну, вы же выбираете себя, а потом, соответственно, вы знаете, что он вам не подходит, ну, только, а, вы же, вы же его, как-то выбрали, да, вот, ну, то есть, это, это вот, а, момент, на самом деле, такой, достаточно важный, вот, ну, вы, как человек, который учится в психологии, я думаю, должны это понимать, итак, значит, я работаю менеджером, эээ, офисных продаж, эээ, являюсь студенткой в научном отделении, моя правильная софта, я теряю интерес, мне кажется, что вы себя слишком загружаете, потому что, эээ, допустим, вот, та же, к примеру, ээээ, та же, к примеру, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ сферы, но не для всех, знаете, вот, не для всех это творческая сфера, и может быть вам, и может быть, скорее всего, вам это не подходит просто, вам это, может быть, просто не подходит, просто не ваше, вот, но тем не менее, да, он старается сам, вот, в этом направлении работать, зачем-то вы учите сейчас на холда, вот, и так далее, наверное, там все нравится общаться с людьми. Вот, я летом прошлого года закончил университет по специальности специальности в специальной работе, позже я уже не устроился на работу в торговой фирме, секретарем, под секретарем, а после трех месяцев меня повыслили там менеджеры офисы продаж, работа меня более-менее устраивает, зарплата тоже растет, так как я бы хотел зарабатывать больше. А вот зачем больше зарабатывать, вот, чтобы что? То есть, я не, ну, я не считаю, что вы, допустим, ну, что вы не должны больше зарабатывать, да, к примеру, я так не считаю. Я считаю, что, ну, если можете больше зарабатывать, то, как бы, зарабатывайте, да, то есть, проблем с этим, ну, вообще говоря, я не вижу, не вижу, если хочется, то проблем вообще никаких нет. Вот. А оно? Но. 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 А зачем? То есть, вот, зачем вы сейчас хотите больше зарабатывать? Чтобы что? Какая цель? Вот вы, вот вы говорите, у меня, ааа, пропадает, значит, интерес к жизни. Вот. Допустим. То, ааа, я, например, это понимаю, как тот, он ничего не хочет. Но, это не совсем так. Потому что вы хотите больше зарабатывать, потому что это уже, это уже, угу, что это немножко другого, да? То есть, это уже, ну, не совсем, скажем так, ничего не хочется, а все-таки, все-таки чего-то, все-таки, все-таки хочется чего-то, да? Видимо. Вот. Дальше, значит, иногда у меня бывает, что я хочу уволиться. Минус у меня работы в том, что мне не устраивают ценности моих коллег. Я думаю, это такая вот тема, что все люди разные. Ааа, вас не устраивают ценности ваших коллег. Анонима. Ааа, почему вас должны устраивать ценности ваших коллег? Вот. Я, как-то вот этот момент, ааа, я, ну, не понял. То есть, почему вас должны именно устраивать ценности ваших коллег? Они вас, ааа, как-то задевают. Они, ааа, как-то вас напрягают. Они вызывают, вызывают вас, ааа... Ну, не знаю, какие-то чувства, какие-то эмоции, или что? Вот почему вы считаете, что вас должны устраивать и как вас задевает тот факт, что они у них другие? Именно вас. Так? Как задевает? Да. Дальше. Я тебя успокаиваю тем, кто солидаратный. Ну, опять же, да, вот, успокаиваете себя тем, кто солидаратный, но такое ощущение, что вы в этом не верите, не верите, бывает. Еще, мне нравится сервитивная моя работа, это куча документов. Ну, опять же, как бы, все равно, если вам это не нравится, то есть, если вам это не нравится, значит, что, как бы, ну, вас это, вот, задевает. Да, вас это просто берет и задевает. задевает, вот, прям, прям, не побоюсь этого слова, да, а лично вас, вот, лично вас, это, вот, лично вас берет и задевает. Ну, опять же, странно немного, странно немного, то есть, странно в том смысле, что как, вот, как, как работа может задевать, да, то есть, ну, рутина, она может не нравиться. Рутина может не нравиться, я здесь с вами соглашусь, что рутина, действительно, может не нравиться, но вы же говорите, что вас именно задевает, что вас это, прям, напрягает, вот. Это может не давать вам ничего авторитивного, да, это может не давать вам, ну, чего-то хорошего, но, когда вы говорите, что вам это не нравится, да, это все-таки вы говорите о том, что принимаете на свой, на свой счет данного. Вот, а, это уже, все-таки, вопрос, это уже, все-таки, вопрос вам, в большей степени. Дальше, эм, так, значит, иногда я думаю, если могу заниматься чем-то другим, чем, мне нравится общаться с людьми, с адекватными. Дальше, эм, кто определяет, кто определяет, а, какой человек нет, вот, кто это определяет. То есть, надо понимать здесь, надо понимать, что вас как-то задевает неадекватность людей, с которыми вы общаетесь. И, мне кажется, что тот факт, что вас это задевает, ну, очень нуждается в проработке, вот. Я люблю рисовать, петь, писать стихи. Странно, что вы пошли на социальную работу, в таком случае. На рабочее время я этим занимаюсь, я понимаю, что могла бы связаться со своей деятельностью, но боюсь, что будет маленькая оплата труда. Так, у меня есть маленький ребенок, и, ну, это надо слабиться. Ну, ваши страхи здесь обоснованы, также на творчество сразу не заработать. Но, опять же, если вы, если вы, эм, это вы говорите, рисуете, пишете стихи и поете, то вы можете, в принципе, делиться своим творчеством, вот. Заявлять о себе на свободных площадках, и рано или поздно вы привлечете внимание инвесторов. Рано или поздно вы привлечете внимание спонсоров, которые захотят, значит, включить с вами контракт. Вот. Творчеством заниматься нужно именно так. Вот, если вы пишете стихи, вы стараетесь ищите издателей для этих стихов. Вот. Ни один человек не сможет сразу заработать творчеством хорошие деньги. Особенно в России, если вы живете в России. Вот. Поэтому работа вам какая-то поначалка понадобится в любом случае. Здесь, ну, элементарная вещь такая. Элементарная вещь. А, еще недавно помещал я о том, ты хочет ехать с родителями. Боюсь, что материально не потянули. Так как, если вы говорите, что зарплата хорошая. А, мама удивляется, да, почему вы боитесь, что материально не потянете, опять же. То есть, что значит, я материально не потяну. Вы рассчитываете сумму, смотрите как, чего и все. Так, тут никто не трак, а тут просто расчет. Мама удивляется, говорит, что тебе не хватает. С одной стороны, наверное, права, но я мечтаю быть хозяйкой в своей квартире. Мне кажется, вы мечтаете быть в безопасности, потому что вам угрожают люди, которые живут, ну, которые вот вокруг вас. Мне кажется, выйдет угроза от них, и именно поэтому вам как-то вот хочется быть хозяйкой. Пытайтесь себя защитить, пытайтесь сбежать. Так, значит, я мечтаю, так, сочи мы в последнее время, я даже не очень, так он деградирует этот глупый вопрос, предупределяет дурацкие претензии, которые меня раздражают. Опять же, с раздражением вашим нужно работать, потому что очень-очень, а ваша реакция это, ваша реакция и, как бы, ну, правда в том, что за свои реакции вы отвечаете сами очень, если мне при чем. Смотрим, мы разошлись 4 года назад, так как он не сотражал семью, и его часто не было дома. А, почему вы считаете, что он должен был сотражать семью? А, какие у него мотивы были быть дома? Ну, вот. Получается, в 19 лет вы вышли замуж. Зачем, зачем так рано? Сейчас я вроде хочу новые отношения. Зачем? Ну, понимаете, как на мегаповод, так начало не разобраться в семье. Да, это, 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 конструктивная позиция. Без мячков, внимание, тоже вроде не страдает. Прошу помочь определить причины своей, если это можно назвать апатики. Апатика связана с тем, что человек чувствует подавление. То есть, вы ощущаете, что на вас постоянно что-то давит, вы ощущаете, что вам постоянно что-то угрожает, вы вынуждены бороться, на это тратится огромное количество вашей энергии, и неоцентрически на что-то другое. Плюс, вы руководствуетесь теми, что вам жены. Вот, я дам на то-то кто-то, я дам на то-то, кто-то во многом из-за ребенка. Вот, ну, ребёнок, на самом деле, здесь является оправдывающей, оправдывающей такой историей. А, вот. А, потому что вы, я полагаю, всё же боитесь свободы, вы полагаю всё же боитесь полагаться на себя, потому что, ну, в частности, в данном случае, вы бы не вышли 19 лет замуж, и 18 лет замуж, и не родили бы ребёнка. Вот. Такая вот история. Я думаю, что освободиться от додействования, от обязанностей, которые вам не нравятся, и разобраться с тем, как вас задевают те или иные поступки людей, поможет психолог. Если у вас будет на это желание. Вот. Ну, вы, в принципе, сами можете подумать над тем, вот тоже очень, например, как он, как конкретно он вас задевает. То есть, что он, вот, делает, и так далее. И, вот, очень важный момент, значит того, что ценности ваших коллег вас не устраивают. Это тоже важный, важный, важный момент, потому что, ну, вот в какой стати ценности должны разделять, вы должны разделять ценности коллег, или коллеги должны разделять ваши ценности. Вот это я хотел бы понять тоже. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго и удачи. Спасибо.